ох давненько мы не смотрели его для сука сколько мы уже год полгода не смотрели каться а политика средне обкакайтесь завтра вообще пиздец позавчера я участвовал в большой трансляции на телеканале дождь а да в одном эфире в одной студии были сергей гуреев иван жданов анастасия шевченко по видеосвязи был михаил ходорковский ничего словом представителям нашего фланга удалось собраться вместе и наконец обсудить стратегию на предстающих выборах так еще в итоге к чему пришли не обо всем удалось договориться о понятно но был один момент по которому согласились все когда вопрос встал является ли борис надеждин и екатерина дунцова согласованными кандидатами цель которых встроиться в драматургию ритуала который путин выдает за выборы и как-то навредить антивоенному движению сергей гуриев верно заметил что попытка выдвинуться кандидата на предстоящих выборах с антивоенной позиции это в любом случае смелый поступок мы знаем примеры когда даже согласованные кандидаты получали в итоге массу проблем из-за того что оказывали слишком популярны набирали слишком много голосов и недостаточно старались проиграть поэтому сегодня мы опять политика опять ребят ну мы так один видосик просто да и творим объекты завтра стрим с борисом надежде ну должны же ведь знать вы кто у нас будет в гостях единственным антивоенным кандидате у которого еще есть шанс попасть в бюллетень у борисе надежде доната не работаю да я пока временно отключил сейчас включу я решил сделать это видео когда посмотрел на пугать людей в чать пугать заболевлять личные сообщения штаба о том как идет их сбор подписи пока собрали только 11 тысяч осталось до подачи всего две недели им нужно собрать еще 90 тысяч подписей россиян шансов немного но они уже меньше есть нужно около двух с половиной тысяч подписей 40 регионов вдруг зрители моего канала из россии придется сейчас собрано уже так как не обновляли со вчерашнего дня количество и список подписавших поставив подставивших подпись предположим 20000 человек уже поставили подпись 20000 и 100 тысяч надо собрать подписи как я слышал по-моему до 25 января соответственно сколько надо чтобы в день ставили подпись какое количество людей в день должны ставить подпись чтобы по итогу по итогу мы успели собрать эти странные подписи 20 уже собрано до 25 января 10 6000 в день 57 тысяч в день 57 тысяч в день ну а там и надеждены и оставят там подписи ведь нас тут достаточно чтобы по факту его выдвинуть давайте поговорим сегодня они демократа и либерала бориса надеждина возможно гораздо лучше знают зрители телевизионных политических шоу чем моя аудитория для нас спс и правое дело это что-то далекое легендарное времен гайдара и ирины хакамады как эпоху динозавров мы с ними не особо пересекались и нам кажется что они остались лишь в наскальных рисунках но для телезрителей борис надеждин знакомое лицо участника программ андрея норкина и владимира соловьева дело в том что надеждина часто приглашали в эфир федеральных каналов отводя ему роль представителя 5 колонны которого можно затравить толпой извратить все его слова и выставить на посмешище найти такого гостя в эфир непростая задача редкий либерал решится в таком поучаствовать и уж совсем я придут второй раз но надеждин упорно и стойко раз за разом принимал приглашение и приходил и как ни странно пропагандистам далеко не всегда удавалось поглумиться и сделать из его жертву надеждин раз за разом противостоял пропаганде на ее собственном поле ну ты редкостный либерал конечно звучит как оскорбление узнать можно редкостный гандон редкостный либерал этот не всякий раз это был триумф но голос разума точно борис надеждин говорил в эфир что россиянам надоела война что россии нужен новый президент эти секунды адекватности на россии вся аудитория катса свалила уже давно толк от них уже за один день 800 тысяч просмотров 70 тысяч лайков это куда она свалила ты о чем это вообще сиска то что людей заебало немного уже все это это да возможно актив уже не такой какой был поначалу но о чем бречь видение расходились под соцсетям давайте посмотрим несколько таких эпизодов теперь становится ясно и даже по самому путина это видно насколько катастрофической ошибкой было само решение начали так как вам становится пока ясно за границу при нынешнем политическом режиме нам не сведет вернуться в европе надо просто выбрать другое руководство страны которые прекращают обрисовывая ожидал что искажите выстроить нормальное отношение с европейскими странами все встанет на свои места в следующем году выбора президента другого кому-то выбрать или путина все будет хорошо вот после этого вроде как перестали на телевизор приглашать борис надеждин родился в 1963 году в ташкенте и первые годы жил там с бабушкой и дедушкой в то время как его родители учились в москве отец физтехе а мама в консерватории 6 лет родители забрали его из узбекистана и с тех пор борис надеждин живет в подмосковье в городе долгопрудном он учился физико-математической школе при мгу в 10 классе он занял второе место на всесоюзной математической олимпиаде на факультет проблем физики и энергетики который с отличием окончил 85 году 89 защитил кандидатскую диссертацию и занялся научной деятельностью как раз в это время в ссср вышел новый закон о кооперативах который легализовал предпринимательскую деятельность борис надеждин вместе с товарищами быстро сориентировались и создали кооператив интеграл поначалу они занимались репетиторством в москве и области готовили школьников поступлению потом масштабировали бизнес более чем на 100 городов россии начали выпускать учебную литературу в общем гибко реагировали на потребности рынка короче ум не так они создали успешное предприятие приносящих хороший доход в девяностом году еще при советском союзе когда мне было шесть лет борис надеждин выиграл свои первые выборы в горсовет долгопрудного ему было 27 лет он мало что знал о политике 27 его основным соперником был опытный депутат герой соцтруда который избирался уже не первый раз но избирателям так надоело руководящая роль кпсс что лозунг партия дай порулить буквально носился в воздухе молодой кандидат который нормальным языком говорил с людьми об их проблемах выиграл и до 97 года был депутатом городского совета одновременно надеждин учился в московском юридическом институте и в 93 году окончил его с красным дипломом в 97 году борис немцов который в то время был вице-премьером в правительстве виктора черномырдина предложил надеждину должность своего советника в этой должности борис борисович участвовал в написании уставов газпрома рао ес и транснефти в девяносто восьмом году после отставки правительства черномырдина бориса надеждина почти сразу же пригласили стать помощником нового премьер-министра сергея кириенко на это правительство возлагались большие надежды его целью должно было стать спасение страны от дефолта к этому моменту в российской финансовой системе сформировалась пирамида государственных краткосрочных облигаций правительство выпускала краткосрочные займы обещая по ним высокие проценты а потом выпускала следующие обязательства чтобы покрыть проценты по предыдущим в какой-то момент оказалось что сумма следующего займа не покрывает этих самых процентов к моменту назначения надеждина помощником кириенко до кризиса оставалось около трех месяцев и от нового правительства требовалось совершить чудо сделать так чтобы появились деньги которых нет и пропали долги которые есть правительство сделала что могло бегом разработала антикризисную программу в ее создание кстати принимал участие надеждин но времени на принятие мер оказалось недостаточно а еще и цены на нефть очень низкими тогда были чудо не случилось платить правительство оказалось нечем и пирамида рухнула случился дефолт по внешним обязательствам дума потребовала отставки кабинета кириенко и борис надеждин снова вернулся к преподаванию в девяносто восьмом году надеждин принимал участие в создании коалиции правое дело и избирательного блока союз правых сил в декабре девяносто девятого надеждин избрался в госдуму третьего созыва по списку от с.п.с. и стал заместителем председателя фракции с.п.с. а в две тысячи первом году занял пост председателя подмосковного отделения партии в девяносто девятом году в мфт и под руководством надеждин да не спис его спасибо а с.п.с. была организована кафедра права который он сам и руководил до 16 года в 2004 году союз правых сил проиграл выборы в госдуму и руководство партии борис немцов ирина хакамада анатолий чубайс и егор гайдар ушло в отставку руководство взял на себя президиум федерального совета а надеждин стал секретарем партии по законодательной действий как сложно то все в ноябре 2008 года с.п.с. прекратила свое существование надеждин возглавил московское отделение новой партии под названием правое дело которое впоследствии возглавил михаил прохоров в конце двенадцатого года надеждин вышел из правого дела по ё-моё в двенадцатом году демократическая общественность снова обратила внимание на бориса надежда причем настолько пристальное что это можно назвать скандалом а что демократ и либерал надеждин внезапно обратился к штабу кандидатов президенты путина опа предложил назначить его доверенным лицом но и дата пать борису борисовичу до сих пор припоминают эту историю что же случилось на самом деле как рассказывает сам надеждин в то время он участвовал в проекте за чистые выборы это была инициатива для наблюдения за голосованием только что прошли выборы в госдуму и фальсификации на них были абсолютно бесстыдно настолько бесстыдны что вызвали первые массовые протесты за более чем 10 лет так что тема наблюдения была крайне актуальна сам проект за чистые выборы не мог направлять наблюдателей на участке направлении в то время могли выдавать или сми или один из кандидатов в том числе через свое доверенное лицо надежда опа америка европа азия евразия шо за безобразие его словам написал письма всем пяти кандидатов в президенты в том числе и путину он честно сообщил что статус доверенного лица нужен ему исключительно для того чтобы получить возможность направлять наблюдателей и обеспечить честные выборы а ну а тогда штаб путина ничего конечно не ответит но внезапно откликнулся штаб сергея миронова который и назначил надежде над доверенным лицом вот такая история о том на какие ухищрения приходится идти политиком в россии чтобы защитить выбор граждан наблюдателей тогда направили потом правда проект за чистые выборы насколько я помню перестал быть адекватным со временем захватила администрация и теперь он направляет формальных наблюдателей которые нарушения не особо фиксируют поставьте под я не вспоминал стишки блять это в чате написали я и зачитал из чата стишок теперь поговорим о надежде не как кандидате в президенты сегодня борис надеждин не новый человек для российской политики это не какой-то аутсайдер антиэстеблишмент молодой необычный кандидат в политике он давно но это человек наших взглядов с которым у большинства из нас нет принципиальных разногласий он самого начала осудил аннексию крыма он против войны и не боится об этом говорить в случае своего избрания это конечно сценарий невероятный но не говорить о программе действий кандидата просто неприлично так вот в случае избрания он обещает сразу начать переговоры остановить войну освободить политзаключенных вернуть в страну нормальную политику и начать восстанавливать разрушенные отношения россии и демократических стран если борис надеждин будет зарегистрирован кандидатом в президенты у нас в бюллетене может появиться антивоенный кандидат наших взглядов мы знаем что шансы на это невелики и что такой кандидат для путина сейчас очень опасен снять кандидата с выборов несложно председательница цик элла памфилова может в любой момент завести старую песню мол вы человек молодой у вас вся жизнь впереди но тут не получится так сказать и ходите в следующий раз возможно не для всех надежден кандидат мечты могут опять придумать какие-то ошибки как было у дунцовой дальше там нашли 100 ошибок я в это не верю даже если были ошибки реально что-то мне подсказывает что они там появились не случайно кому-то хочется чтобы бюллетене был навальный яшин дунцова или какой-то другой достойный человек моложе или старше или женщина правее левее или с перламутров не пугаются но их в бюллетене точно не будет а вот у бориса надеждина есть шансы сейчас он со всеми его взглядами является выдвинутым кандидатом и ведет сбор подписи и если его все же зарегистрируют он будет выделяться на фоне унылых провоенных кандидатов также как выделялся на фоне гостей норкина и соловьев избиратели увидят что политика не сводится к единственному национальному лидеру что им позволено выбирать но шанс на это появится только если борис надеждин сумеет выполнить требование цик и собрать необходимые для регистрации проблема здесь другом как достучаться до пожилой и основной скажем так а основная аудитория кто голосует это именно пожилая аудитория как достучаться до вот такой вот аудитории он может прийти к нам на стрим поговорить с нами и вы как целевая кто может голосовать то есть те кому есть 18 лет смог потом пойти и проголосовать за бориса надеждина также как и аудитория каца как и аудитория других каналов куда он ходил но если взять общее количество этих всех людей на с вами либерах соевых ну сколько это человек ну не знаю ну пару миллионов внутри миллиона четыре а нужны десятки миллионов десятки и тут проблема как достучаться до всех людей как я не знаю вот сколько у нас завтра зрители будет 10 тысяч 15 но это прямой эфир потом еще на youtube естественно этот стрим будет перезаливаться там еще наберет на просмотры тысяч ну не знаю ну 50 максимум 100 тысяч да эти перезаливы наберут в общем количестве там с канала хесус дед с канала хесу стрима если брать эти просмотры с двух каналов суммировать и так далее вот ну там чуть-чуть здесь чуть-чуть вот там 100 тысяч надо не я не говорю про подписи я говорю про выборы когда уже выборы будут уже за путина пойдут голосовать очень много людей к сожалению блять это это десятки миллионов дураков промытых дураков глупых тупых и они пойдут за него голосовать если этим ничего не сделаешь остается только как чтобы вы в свою очередь убеждали своих родителей своих бабушек дедушек в том что они не должны голосовать за путина должны пойти проголосовать за борис и надежды почему если они спросят ну объяснить нормально адекватно скажите ну бля папа мама ну если вы меня любите видеть проголосуйте за него а если не проголосует значит вы меня не любите на понт возьмите родителей и все под перед фактом поставьте их не объяснять вы расскажи любишь меня ну иди голосуй за борис надежды а если это я из дома уйду нахуй пошли к сожалению невозможно знаю по своей бабушке сколько бы я не спорил и не доказывал ничего не меняется это люди которых воспитывали с детства терпеть и верить телеку скажи бабушка самое сейчас делают со школьниками и только родители могут сказать детям не скажи бабушка любишь меня ну проголосую за бориса надежды но тебе пенсию прибавит все вообще на месте бориса я бы новом месте столько бы всего пообещал пенсионерами обсказал пенсионер выберите меня у вас будут пенсии миллион рублей в месяц понятное дело что не будет нихуя но пусть хотя бы проголосует а там разберемся они просто не понимают что и как они живут и что без путь это тоже можно блять жить и даже лучше классик политик а как иначе блять ну как еще заставить людей проголосовать вон трамп правильно делает много хуйни пиздит зато какое внимание привлекает к себе и это работает а то как бы ну а что то еще хотел ну это выборы популисты и бучи так блять лета люди такие людям это нужно популизм ебаный и они побегут за тебя голосовать люди в этом сами виноваты им надо ссать в уши чтобы заставить проголосовать за себя а как иначе тем более ситуация такая непростая отцы 100000 подписей и тут мы переходим главным уже не вспомнить когда нам в последний раз удавалось хоть что-то сделать чтобы показать режиму что мы против чтобы хоть немного поколебать его устойчивость комментарии под всеми роликами у меня на канале переполнены предложениями давайте же что-нибудь сделаем кац придумать что можно сделать и вот сейчас мы можем сделать очень простую но важную вещь мы можем оставить подпись за кандидатов президента россии бориса надежды на если вы сейчас в россии пожалуйста сделаем оставил если бы я был в россии я бы сходил и сделают мне несложно свою аудиторию никаким активностям которые могут быть для нее опасны и этот случай не исключение поставить подпись за одного из официально выдвинутых кандидатов это безопасное действие борис надеждин прошел фейс-контроль в цике так что подписываться и агитировать за него сейчас можно и это безопасно не было до сих пор ни одного прецедента чтобы кого-то преследовали за подпись оставленную за любого кандидата какого бы то ни было если вам не нравится надеждин все равно поставьте за него подпись потому что остальные кандидаты вам понравится гораздо меньше даже если он не нравится вам идеологически все равно поставьте ведь важно чтобы во время выборов был реальный выбор и даже если вы голосовать будете за кого-то другого все выиграют от того что в бюллетене будет кандидат с такими взглядом в описании я оставил ссылку на сайт избирательного штаба бориса надежды там вы можете найти ваш город прийти и поставить подпись вы можете прийти в любой из них независимо от того в каком регионе вы прописаны задачу штаба очень сложная им нужно собрать по две с что это такое блять я зашел на сайт а там адреса какие-то блять что это нахуй сейчас у меня по ебать хочу сайтом какие-то я не понял штуки блять я что программист этого сайта мне админку далее надеждин 24.ру ну а что за хуйня что-то я реально это вот так вот сайт у меня выглядит адреса штабов бориса надежды на м5 чё за бред не я я слышал новость утром что взломали сайт но там как бы вот если на главную зайти норм но подписи не обновляются не обновляются подпись даже кемеровская область а подожди кемерово блять подожди стоп то есть новокузнецка тут нет странно орел орел омск владивосток ангарск калининград чита владимир кто владимир архангельск барнов улан-удэ уфа иваново калуга сыктывкар курск москва новосибирск перим рязань екатеринбург тула хабаровск ярославль и ульяновск тверь саратов ростов-на-дону пенза грузия есть где где нет что нью-йорк добавьте алё что за тур какой тур блять подпись надо оставлять тур так подожди то ё-моё ну ладно короче тбилиси есть еще реально кстати и на тысячи подписей из 40 регионов на меня смотрит достаточно людей чтобы эту за но связи ненадолго в москву и поставьте сложного это ёпта да да причем подписи то мне надо ставить по месту регистрации это надо в кемеровской области да в принципе рать такого-то живым доедешь как повезет не знаю ну а чё борис прикроет у него же там связи есть наверное не знаю что договоримся наверное задача решить этот ролик посмотрит достаточно людей если прямо каждый из вас придет сегодня или завтра онлайн же голосование есть нет никакого онлайн голосования чтобы эту подпись поставить надо лично быть присутствовать и ставить эту подпись онлайн если бы онлайн можно было ребят уже собрали надо паспорт ну да да надо лично прийти в штаб с паспортом и поставить подпись вот это заявка да это заявка а надо все равно прийти надо все равно прийти вот такие пироги в грузии есть ну я то чё блять сейчас в грузию полечу что ли вы ебанулись меня и буду еще я и стараюсь блять поэтому завтра и буду стримить с борисом надеждином ставить подпись не зарегистрировать надеждина будет непросто а кроме вас моих зрителей не про это не сделает не так уж и много осталось крупных медиа ресурсов напрямую принимающих участие в политике я все никто из них пока оставлять подписи не призывал я пришла надежда на нас с вами приходите до завтра да приглашаем вас ну чё придете у максим кац кстати скоро в сша приедет выступать вот я приду ну чё будете подпись оставлять пойдете но вы поторопитесь потому что времени реально мало осталось вы уж то не затягивайте там ну и не ленитесь не ленитесь это не сложно блять сходить один один раз в жизни просто подпись поставить все таки сейчас ну мы говорим о серьезных вещах как никак а выборы мало ли чё а вдруг а вдруг мне час ехать до штаба его ну и что ты блять сломаешься нахуй а то уж ты час проедешь господи боже блять ой пиздец а деды наши блять пешком до берлина шли знаешь сколько по несколько дней ничего блять а потом еще обратно а тут часик на таксишке проехаться блин подпись поставить пиздец тяжело блять зумеры я вахуй с вас а ты родителей попросил поставить подпись так нет в новокузнецке то штаба вроде как там же написано кемерово шебли своих родителей сейчас кемера буду в кемерово отправлять сейчас батю отправлю блять который еле ходит в кемерово нахуй за подписи а деды шли ну и пусть идут блять если бы в новокузнецкий был штаб я бы естественно попросил бы родителей скал ну скатайтесь чё сложно а братишкину попросил да ну блять мне делать нехуй его что ли поросить еще чем-то диму масленникова попроси вообще супер я на самом деле а мог бы дима масленников себе репост сделать в тг у него там много миллионов подписчиков как он это делал с этим блять но этот его друг который выиграл номинацию вот а там всего лишь на репост нужно было сделать вот также сделает сударь репост надеждину и все и надеждин выиграет я завтра себе пост тоже сделал с этими подписями в тг после стрима ну и попрошу подписчиков соответственно чтобы сходили подпись поставили и все и мы наберем эти подписи я не спорю скорее всего ему все равно не дадут принять участие выборах а если и дадут но это будет сложно на самом деле выиграть победить путина к сожалению но блять надо пытаться надо пытаться надо пробовать да будет обидно проебем если но будет еще обиднее если мы даже не попробуем я потом будем сидеть и думать бля а если получилось так вот чтобы так не думать потом надо пробовать вот и все можно сколько угодно что-то там утверждать и говорить что он там какой-то конторский прокремлевский блять у нас нет доказательств пока что завтра сударь президентом россии станет похуй даже пусть даже сударь мне похуй даже сударь как вариант неплохой для того чтобы стать президентом